Всем привет! Всем привет! Сегодня начало августа и мы пользуемся вернувшейся летней теплой погодой. Закончилась холодная, дождливая неделя, конца июля, начало августа. Сейчас не просто тепло, а жарко. И мы сейчас гуляем на территории Национального музея народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. Мы здесь уже были неоднократно, но попадали мы сюда в начале лета, весной. Хотим посмотреть, что сейчас изменилось. И просто прогуляться на хорошей природе, в хорошую погоду. Мы знаем, что в музее более 300 экспонатов, огромная территория и разделена она на сектора. Вот мы вышли к экспозиции Средняя Наднепрянщина. Пойдем посмотрим. Виды здесь очень красивые. Это какая-то, наверное, камора, а мы идем к избе. После нашего городского архитектурного нагромождения такие просторы впечатляют. Дух захватывает. Петя аж подкрепиться решил. Но очень красиво. Мы пришли на территорию когда-то бывшей Киевской области Переяслав-Хмельницкого района. Село Малая Каратуль. И видим строение конца 19-го, начала 20-го века. Домы, каморы, сараи. Вот я Петрусику и рассказываю. Представь, всего-то каких-то 100-200 лет назад мы могли очутиться вот в таком поселении. Утро начиналось бы с рассветом и с петухами, такой естественный будильник. И так эдак часа в 4 утра, ну может в полпятого. Утренний туалет, все удобства на улице. Для умывания надо принести воду из колодца. Телевизор, естественно, отсутствует. Очень здоровый подъем у нас был бы утренний. И хочешь чайку, иди за дровами во двор. Петрусик от моих комментариев сбежал в соседнее строение. Это церквушка, и она действующая. Я иду за ним. Как обычно, церковь расположена на пригорке, так что мы ползем немножко в гору. И вот она красота. На табличке мы вычитали, что это храм святого архистратига Михаила. И церковь была построена в 1528 году. И находилась она в Фастовском районе Киевской области. Вот так, так что совсем недалеко от нашего Киева. А Петя пытается найти строение, в котором можно заходить внутрь. Он хочет посмотреть быт домика внутри. К сожалению, этот домик тоже закрыт. Мы его обошли со всех сторон. Идем дальше искать вход. Пока что мы бродим по Киевской области, Переяслав-Хмельницкий район. Ну и чуть-чуть расскажем, как мы сюда попали. Вход в музей для взрослого стоит 50 гривен, а школьнику 15. Прогулка получается вполне бюджетная и очень приятная. Музей работает с 10 утра и вход до 5 вечера. Гулять можно до 6, но домики нам сказали в 5 уже. Вход закрывается внутрь, так что мы хотим успеть. И выходной один раз в неделю в среда. Я продолжаю Петрусю мучить сравнениями. Всего-то 100 лет назад. Что бы он делал? Петин друг Данька живет на этаж выше. И когда они идут гулять, естественно, они созваниваются по мобилке. Так вот я тут сказала, Петрусик, мобилки нет. Хотел бы увидеть Даньку, пришлось бы пару километров бежать. До его дома, потому что 9-этажных домов тоже нет. И Данька жил бы, наверное, на другом конце села. Петя пошел представлять, что он идет с утра встретиться с Данькой. Уже ему немножко надоело, устал. Поскольку территория огромная, мы вот только дочапали до огромной поляны ветряных мельниц. Где-то он уже тут спрятался. Или полезно вверх. Вокруг ветряных мельниц есть участки скошенной травы луговой. И стоит упоительный, обалденный запах свежескошенной травы, сена. Мы нашли указатель, что здесь 3 минуты идти до Поддилья и 7 минут до Карпат. Идем в Карпаты. Рванул впереди меня по вот такой каменистой дорожке Петя. Я не успеваю за ним. Петин друг Данька на неделю поехал в спортивный лагерь в Карпаты. А мы над ним подшутим. Скажем, что мы тоже были в Карпатах. Правда, всего один день. Для экскурсий по музею можно брать велосипед и совершать велосипедную прогулку. Вот так. Но мы идем пешком. Ну, очень жаркий сегодня день. Мы ушли немножко в теньке передохнуть. А потом уже побредем дальше. Передыхая в тенечке, мы вышли на вот целую улицу таких домиков. Сейчас найдем указатель. Узнаем, откуда они. Нашли мы большой щит, куда же мы вышли. Что это за улица? Это экспозиция Поддилья. Вот такая длинная улица. Сейчас пройдем мимо домиков. Там есть и коморы, и колодцы, хаты. Посмотрим. Мы попали в Одесскую область. Вот эта вот хата из Одесской области сюда привезена. А кто хочет попить водички, надо вот поупражняться с такой вот штуковиной. Журавель. Возле каждой хатки есть красивый цветник. Создается условие, как будто это местность жилая. Интересно, красиво. Вон, шикарные маки, мальвы, ромашки. Ну, здесь тоже домик закрыт. Идем дальше. Петруся начал испытывать дискомфорт. Огромное количество мух, пчел, носится по цветам. В городе, конечно, такого нет. А здесь они его немножко утомили, мухи, напугали. Я говорю, Петрусик, это ж тебе не асфальт и не дома бетонные. Здесь природа и, конечно, куча пчел. По-моему, в каком-то районе здесь представлена пасека. И, наверное, она действует. Ура! Мы нашли домик открытый. Пытаемся заглянуть внутрь. Что там было? Все на входе украшено сушеными травами. Ну, и это не украшение. А это использовалось для лечения. И для фитотерапии, и для чаев. Ну, и вот такая, по-нашему, комната внутри избы. Вот и вся обстановка. Печка. Хочешь кушать? Давай упражняйся. Надо ее растопить. На печь пирогов. Или хлеба хотя бы. Зато чудесный запах. Ни городской совсем. Ни асфальт, ни газ, ни выхлопные газы машин. Травы. А в этой избе целых две комнаты. Вот вторая. Вот такой сундук. Тут хранились... Вместо нашего шкафа. Хранились вещи. А дальше вот такая лежанка-кровать двуспальная. Лавки. Рушники. И все удобства. Есть и стол, очень даже не бедная изба по тогдашним меркам. И рядышком вот такая вот отдельная маленькая комнатушка. Кладовка, комора. Вот это мы побывали в домике Винницкой области. Да еще и 200 лет назад. Интересно. А вот это, наверное, был погреб. Ну, то бишь, вместо нашего холодильника выходишь на улицу и бредешь туда вниз. Сюда мы близко не идем. Эта хатка закрыта. Красиво, ухоженно. Даже огородик есть. Но внутрь мы не попадем. Вот такая улица. А мы на Буковину отправимся. Мы дошли до церкви постройки 1817 года. Церква из села Зелене Тернопельской области. Идешь? И я иду. Петя вспомнил эту церковь. Мы здесь уже были, гуляли. А вот что это за строение? Может быть колоколинка? Может просто какая-то церковная беседка? Не нашли мы. Табличка есть, но нет никакой надписи. Зато здесь в тенечке удобно передохнуть. Чем мы пользуемся? Церковь действующая, но церковь не место для съемки. Нас просили внутри не снимать, но заходить мы смотрели. Мы пытались прочитать надписи, но не очень у нас удалось это. Старый шрифт. Вот так раньше делались надписи. На камне? Да, на камне. Вот такую букву мы даже не знаем. Какую? Да, вот здесь. И двигаемся бы дальше по улице. Не хочется уходить из тенька, но время. Я вот рассказываю Петрусе, магазин рядом не предусмотрен. Все надо вырастить возле дома. Вон тебе и бурячок, и картошечка. Не ленись, и все будет. А то выскочил с утра и в АТБ. Здесь так не получалось. Зато возле дома Калина. А она съедобная? Ну, она должна быть кислая и очень лечебная. А можно попробовать? Не надо, не пробуй. Я не уверена точно, когда ее можно кушать. Я городской житель. А семечки, оказывается, вовсе не на полочках. А ТБ в кулечках. А вот в таких кошеках, подсолнухах. Вон какой красавец. Ну, скорее всего, это декоративный. А вот дальше это как раз для семечек. Уже и практически готовы семечки. Надо подсушить. А вот опять мы нашли роскошный куст Калины. Символ это, конечно, украинского села, двора. А колбаска жила вот там. Хрюкала она, мекала. Колбаска? Ну да, как ты думаешь? Вон ее домик колбаскин. Калбаскин. Вот мы опять нашли колодец. Вот сюда за водичкой надо сбегать. А потом ее еще и вытянуть и дотянуть до дому. Ну, правда, совсем недалеко от дома. Идти? Что это за дом? Давай посмотрим. Куда это мы попали? В какую область? Нашли мы табличку, мы бродим в середине девятнадцатого столетия в Хмельницкой области. Вот такой вот двор. Пристройки, соседняя улица. А вот сама хата. Петруська, тебя впечатлила на летние каникулы отправиться сюда? Не очень. Петя опьянел от свежего воздуха. Травы пахнут. Воздух свежий, никаких выхлопных газов. И у Пети аж голова начала кружиться. Городской житель непривычный. Да-да. Петрусечка, а вот тогдашний холодильник. Как тебе? А возле каждого дома целый цветник лечебных трав. Обязательно. Ну, конечно, чернобрывцы. Кстати, Петруська, и дом надо было строить самостоятельно. Помогал бы ты с папой вместе. Вот такой дом строили бы. Я не в таких веках живу. Ну вот, никаких забудовников, только сам. Прошли мы дальше улицей и подходим к следующему дому, который, судя по всему, тоже открыт для просмотра. Это нам сказали, был шинок. А сейчас, в этом строении, выставка керамики. Керамика подильля. Вон, смотри, какие глечики. Да. А вот нам рассказали на печке горнята-близнята. Горшочки-близнецы. В них дети в поле носили еду. В одном каша, в другом борщ, суп, что-нибудь такое. Сверху отверстие для палки. Палку на плечо вешали и тащили в поле. А вон коллекция тарелок. Мы выбрались на улицу. Стрекочут. Кто это там? Кузнечики. Мы, как богатыри, постояли на раздорожке. Налево пойдешь в Карпаты. Прямо в подильля, направо. Полтавская область. Петя рванул в Полтавскую область. Сейчас посмотрим. Просторы тут, конечно, неимоверные. Надо ходить целый день. Вот такие шеи, непривычные к нам. Для просмотра вот такие виды. Мы привыкли, что за угол завернул и дом дальше. Еще один дом дальше, еще выше дом. А вот и мы не зря шли в следующее село. Идем мы, конечно, городские жители этапами. С передышками. А я Петруську опять начала терзать, говорю. Такое расстояние надо было ходить в день. По много раз. Не будешь и ты только в своем доме сидеть. Ты же любишь с дружками гулять своими. Надо бежать вон туда далеко, чтобы встретиться, например, с Данькой. А мы выходим к следующей церкви. Когда мы были в прошлый раз, она была на реставрации. Посмотрим, что же там сделали. Единственный минус сегодняшней нашей прогулки. В прошлый раз мы видели на территории большое количество лошадей, овечек. Бродили ослики, мы их гладили. Красиво, интересно. В этот раз что-то мы пока не нашли. Ни одной животинки. Но все равно гуляем красивые виды. Сейчас почитаем, что это за строение, откуда, какой его возраст. Перевезли его. Когда и откуда. Нашли мы плакат с надписью. Это Николаевская церковь. Реконструируется. Это памятник архитектуры национального значения. А Петя опять требует тенек. А тогда не было тенка. Целый день надо было ходить. Пользуйся, Петрусик, тем, что мы живем с тобой сейчас, а не тогда. Так мы же просто гуляем. Раньше на такой погодке даже дети выполняли какую-то работу. Да, Петруська? Мы даже гулять здесь уже устали. Мы нашли первого местного зверя, кошечку. Почему она черная? Почему черная, не знаю. Такая тут поселилась. Но она не хочет с нами общаться, ушла. Мы пришли к ее домику. Ей это, судя по всему, не очень понравилось. Так что мы идем дальше. Вот такую вот мы нашли. Следующий дом. Но Петя его раскритиковал. Сказал, что, наверное, в таком вообще жить нельзя. Можно, Петруська? Я так не говорю вообще-то. Но меня он тоже не очень впечатлил. А зато единственное, что Пете очень понравилось. Возле дома есть место для отдыха. Да еще и в Тиньке. Удачно расположено. Петрусечка. Только семечек не хватает. Пока Петрусь отдыхает, я обхожу кругом этот домик. Хотела найти табличку. Но, судя по всему, это техническое строение какое-то, а не изба. Может, сарай. Может, какие-то каморы. Вот такой вид на церквушку открывается. А дальше лесочек. Вот так Петруська вышел и сразу в лесу. Не можем мы посмотреть следующую церковь, которую мы нашли. Идут съемки. Очень часто в нашем музее проводят различные съемки, да, фильмы какие-то снимают в том времени. Так что мы обходим и идем дальше. Какие-то рога украшают крышу следующего домика. Но это непонятно. Или символ плодородия, или какой-то отпугивающий знак. Всякую нечисть можно гонять такими рогами, судя по всему. Но, может, мы в чем-то ошибаемся. Ты ошибка. Может, и я, да. Пойдем. Пошли уже. Мы дошли до ветряка 19-го столетия. Это Нежинский район Черниговской области. Он закрыт, к сожалению, внутрь. И здесь мы не проберемся. Но Петя уже залез куда-то. Да, не только мы забрались сюда. Вот избушка на курьих ножках он мне напоминает. Но сооружение немаленькое. не только мы в него пытаемся влезть. А мне как-то немножко стрёмненько в него забираться. Так что поснимаю я его снизу. Я вижу тебя. Вон, его даже можно было по ветру разворачивать. А я скучаюсь. Давай. Ну что? Идём дальше? Да. Не егонки, а из пускалки. Вот мы как раз стоим посередине между соседними сёлами и куда-то направляемся. Ориентиры мы уже потеряли на такой площади. Мы до школы хотим и попасть в школу. Забрались мы в какой-то район. Это школа? Вот такая улица. Нет, мы всё-таки ходим в поисках школы. Это школа. Но куда мы попали мы ещё не разобрались, но плюс этого места тенёчек. Вот она табличка 19 век Новоахтырка Луганская область. Вот такие хатки. Так что вот мы уже и в Луганскую область добрались. Но вот не открыта она. А тут перерва написана. Написана перерва, да. Но перерву мы ждать не будем. Всё равно идём дальше. Осмотрели мы двор. По-другому сделан вход. Видишь, такая лесенка. И своеобразная верандочка перед домом. окна закрыты. Тут тенёк. В Луганской области летом жарко. И вот вход в погреб. Дополнительная теплозащита. Вот такая, да, Петрусь? Да. Ну, видимо, мы правильно поняли. Это вход в погреб. тоже закрыта следующая хатка. Мы её просто посмотрим снаружи, но вот она уже выбелена. И где-то вдали запел петух. Какой тебе домик понравился больше? Тот или этот? Смотри, какие ставинки на окнах. Никакой. Это тоже Луганская область. Село Красно Попивка. Чипо Пивка. Тоже девятнадцатый век. Да, вот такая другая хата совсем. И точно также спрятан ну, погреб. Вот так закрыта сверху соломой дополнительная защита от солнца. А вот так идти к соседям. Петрусь, через перелаз, да-да. Здесь какие-то постройки технические. Что ж там было? Как думаешь, Петруська, кто там жил? Это что такое? Собачья будка или что-то другое? Идем дальше. А вот это Камора. Хочешь такое хранить свои игрушки? Нет. Она, конечно, не для игрушек была, а для какого-то зерна, может, каких-то вещей, инструментов. Чудесно пахнет. Может быть, вот это цветочки, может, что-то рядом, но душистый запах. Петруся осваивает вход в эту Камору. она таким балкончиком сделана. Да. Покидаем мы гостеприимный этот двор. Пропускаем мы вот эту хатку, это строение, оно закрыто. Мы пришли в музей во второй половине дня, и, судя по всему, большая часть строений. Закрыто не можем мы их смотреть внутри. Может быть, будний день. Но на территории музея проводятся праздники, какие-то обрядовые события. Ближайшие нам работник музея сказал, что будет на Маковее какая-то интересная программа. Так что, если подгадывать к какому-то народному празднику или событию, можно посмотреть интересную программу с мастерами, с участием каких-то театрализованных представлений, коллективов народных, песенных, танцевальных, спектаклей с участием всадников, казаков. В общем, достаточно интересно. Мастер-классы по гончарному искусству можно в кузнице посмотреть, как ковались подковы, украшения, народные какие-то инструменты бытовые, конечно, оружие, ну и инструменты для уборки урожая. Территория действительно в музее очень большая. Мы понимаем, что за сегодняшний день мы ее всю не осилим, но там, где есть возможность заходить внутрь, смотреть во дворе, что есть за строение, мы, конечно, посещаем. вот такая прысьба лавочка для отдыха на входе во двор. Мы ее опробовали, удобненькая. Вот у забора колодец мы нашли, и вот такой двор. Пойдем что ж тут есть такое интересное. Закрыт колодец сверху. Вот так, да, из сена. Из соломы точнее. Солома от овса. Выполнена крыша над колодцем. Это колодец желаний. Да, закрывает. Колодец желаний, Петя? И тут монеты. Может быть, колодец желаний. Ну а что он тогда пустой в воды? Ну это стилизованно показано, какой был колодец. Здесь мы только в окошко можем посмотреть внутреннее убранство этой избы. Люлечка висит для малышка. Вот такая и спаленка, и столовая, и кухня все вместе. Рядом печка. Вон они горшочки в печке. Эту просьбу мы пропускаем, она на солнце. Вон такой вот дворик следующий. Мы двигаемся прямо по улице Луганской области, судя по всему. И плавно перешли мы в Полтавскую область. Это хата 1897 года из Влыкой Павлевки. Вход в нее закрыт, но зато открыты ставинки, можно заглянуть в окошко. Темновато в домике там хорошо видит нам только стол. Не, не все видно. на люлька. Петя сказал, что два часа без цивилизации он уже выдержать дальше не может. не хватает света, чтобы рассмотреть домик. На входе спрашивала, как там свет включить. Никак, Петруська, нету электричества. А вот здесь перестилают крышу на хате. Меняют это соломенное покрытие в стриху. И современным хлопцам не очень удачно. нету сноровки. Но справятся. А мы идем дальше. Все-таки наша задача найти школу. Не знаю, справимся ли мы. Вот она будущая крыша. Из вот этого вот. И все надо выложить на крыше аккуратно. Ну а мы обходим мы практически все владения Полтавской области. Середина 19 века. Вот такая мазанка хата. Открытый ставни. Заглядываем мы внутрь. Ну тут как-то вообще спартанские условия. Топчан вместо кровати. печка. Можно спадки на прыпечку. Но даже не видим мы здесь ни люлечки, ни посуды. Заглядывали, заглядывали, идем дальше. Красивые все-таки виды в музее открываются. А мы двигаемся уже к выходу. Совсем мы уже устали. Все-таки непривычные мы городские жители. Но просторы здесь не зря желающим выдаются велосипеды. Пройти такое расстояние сложновато. Мы дошли до очередного места привала. Почти цивилизованные места отдыха. Рядом какие-то кафешки. Петруся нашел себе счастливую примету. Четырехлистый клевер кунюшина. Ждем исполнения счастья. В окружении кафешек мы нашли спевочи полы. Вот такой на входе сторожит его дедуган с посохом. Ага, и открытая площадка для проведения каких-то народных праздников и гуляний. Сцена. оттуда сеть возможно? Не знаю. Шикарного конека нашел Петя. Не шикарного, у него уха нет. Нет уха, да, ну. Но конячка. Что-то уже случилось, но конячка. И вот она конечная цель. КОНЕЦ